Сегодня в одной из арт-студий Шумкента собрались молодые и творческие ребята города. Здесь открылась выставка молодых и талантливых художников. Портреты, необычные пейзажи, разнообразие красок и буйство цветов – все это перенеслось на бумагу. Сегодня в одной из художественных студий города проходит выставка картин молодых и талантливых художников Шумкента. Четверо из них выставили свои работы на суд зрителей. Молодая художница Валерия Литвинова заканчивает колледж имени Костеева. Девушка с детства любила переносить свои мысли и впечатления на бумагу. Сейчас она надеется превратить свое увлечение в дело всей жизни. Это выставка. Я долго ее хотела. Здесь мои работы за последние два года. Я хочу заниматься мультиками и, возможно, дизайном одежды, анимацией, картины. Я бы хотела организовывать свои выставки. Пространство для самореализации молодых способных ребят предоставила именитая художница, член Союза художников Республики Казахстан Айну Расанова. Их объединяет всех. Вот эта любовь к рисованию, и именно не к искусству еще, об этом еще рано говорить, а именно вот любовь к рисованию объединила вот их четверых. Нельзя просто зациклиться на академическом, на классической живописи, академическом. То, чему можно научить. А это их порыв, вот то, что они делают. Посмотрите, мы никого не приглашали, в принципе. Все, кто здесь собрались, стихийно собравшиеся люди, или просто которые, ну, знали через соцсети, и которые пришли, им есть о чем говорить. На выставке сегодня представлены не только картины, но и небольшие перформансы. Вот, например, эта обитая гвоздями дверь. Юлия Расинская нашла в ней поучительный смысл. Мне кажется, смысл этой инсталляции заключается в том, что какой путь ты в жизни выберешь. Выберешь жизнь легкую и простую, но большим богатством и материальными ценностями, либо такую сложную, непростую жизнь, но все же у тебя все будет, и просто, ну, путь как бы выбираешь к искусству больше, нежели просто материально. В народе бытует мнение, что известными художниками становятся единицы, а для большинства этот труд неблагодарный. Шумкентская же молодежь доказывает обратное. Работы Дмитрия Яковлева на выставках уже узнаваемы, и он уверен, что продвигая свое творчество, можно достичь немалого успеха. Если свое творчество продвигать в массы, поначалу это немножко... Можно сосать палец, грубо говоря, можно остаться без денег. Поэтому художники работают на заказах. Но если хорошо продвинуть свой стиль, свою идею, то людям обязательно понравится. Потом можно заработать очень хорошие деньги на это. Но для этого нужно упорство и время. Выставка молодых художников уже собрала немало посетителей, и впечатления у шумкентцев самые хорошие. Выставка вообще классная, мне понравилось. То, что я на таких раньше не была, в основном в музее, там тихо так, а тут такая атмосфера хорошая. Мне очень понравилось, да. Тут много работ, они развивают культуру нашей страны как бы, и, да, таких очень мало, по крайней мере, в шумкенте. Выставка будет продолжаться еще неделю. Увидеть работы талантливых ребят можно по адресу проспект Бауржаново-Мышалэ, дом 7А.